а здрасте всем друзья привет уленьки у нас продолжается ферма nf марш 22 наступил друзья у нас сентябрь и есть целых 12 контрактов сентябре а правда это 5 культиваций полей которые были еще с августа есть прилично посевов и одно удобрение но это друзья все чуть-чуть попозже хотя можно на самом деле культивации длинные у нас как раз 5 культиваторов есть давайте их все наверное отправим на эти поля и удобрялку наверное тоже можно отправить сделать по-быстрому 76 поле ладно давайте тогда отправлять всех в работу сразу же вот так вот сходу значит ты 76 поле пойдешь культивировать точнее удобрять этих удобрений те хватит но по-крайней мере должно хай ладно на всякий случай давайте поставим съездишь пополнишься далее наши маленькие поля которые надо закультивировать 1 24 58 64 66 значит первый у нас поедет на поле номер один да они будут несколько часов там работать но ничего страшного у нас все равно тут больше чем на несколько часов еще работы давай есть культивируй 2 чизеля мы тогда ставим на поле например 58 вот отсюда ты поле 58 давай есть культивируй ой зря их одновременно отправил ну да ладно уже далее 3 на поле 24 надо было точно помню давай вот это вот больно 24 давай тоже ей туда все это дело там культивируй и еще один культиватор у нас есть небольшой он у нас поедет на поле 64 тогда так только тут совместно работающих орудий 3 нам надо одно и поле 64 давай друг погнал это мы отправили это мы отправили также друзья из наших полей можно сразу отправить у нас же 42 поле мы засеяли в прошлой серии там скорее всего сорняк завелся да да 42 поле у нас покрыто сорняком так как есть времени много в принципе у нас то мы по старой добрый может быть где-то читерской традиции отправляем полоник чтобы он убрал сорняки сверху потом пройдемся гербицидами как контроль сорняков чтобы к счет поднять поле 42 давай едь пропали мне его там со всей силы с этим разобрались также друзья как я уже говорил в прошлой серии сегодня у нас пора посева пшеница ячмень рожь и полба у нас сегодня высаживается не будем изменять своим же традициям а засеем точно так же как и в прошлом году на сорок шестое поле полбу на сорок четвертое потом гречиху но это будет весной 34 35 36 рожь 38 39 пшеницу которая пойдет на мельницу так а вот это поле я не замульчировал и известью известью я посыпал но не замульчировал и вот эти поля кстати я не замульчировал о а чё это я забыл про это но ладно сорга у нас высаживать по-моему весной да да сорга весной так что время будет у нас на эти поля еще будет все 9 обработана точно 19 погнали сбегаем посмотрим что у нас там на 19 поле обросли полями и стало много работы известью здесь посыпано но не замульчирована а здесь замульчирована хорошо это можно будет потихонечку уже высаживать начинать давайте мульчер тогда отправим сразу же 19 поле чё-то я принес совсем забыл все давай есть туда мульчируем исходим еще посмотрим в каком состоянии наши поля 15 16 известью надо посыпать 15 но и замульчировать соответственно а 16 я уже замульчировал и известью посыпал здесь все хорошо то есть 15 поле давайте известь это тоже сразу туда отправим на прибывают уже потихонечку все на свои рабочие места кстати ты давай наполняйся наверное тоже боишь кататься сегодня а ты у нас тогда поедешь посыпать поле номер 15 или 16 которые сверху 15 вот тебе простой маршрутец а мульчер тогда после этого отправим давай друг погнал но и силки наверное тогда тоже можно зарядить не ладно пока оставить также друзья у нас остался урожай из контрактных полей остался гороха 4 куба я не знаю имеет ли смысл но я его планировал в семена переделать посмотрим еще что у нас по контрактам по кукурузе будет иметь ли смысл запускать вообще семян вроде как хватает у нас охрененно ты стал друг сейчас ячмень сорга у нас пойдут 23 куба и 10 кубов на ферментатор соло дорож пойдет на мельницу можно кстати тоже отправить отвезти всех по разику и картошка друзья стала 92 куба я решил ее не продавать на случай если вдруг в следующем году мне стрельнет поставить картофельный завод и высадить соответственно картошку для этого на семенах ее высаживать мы разоримся поэтому пускай лучше будет именно просто картофель так вдруг давай значит ты отвезешь сорга один раз сахарный завод солод выгрузка зерно погнал ты друг отвезешь ячмень туда же сахарный завод солод выгрузка зерно погнал а ты друг отвезешь тогда рожь на мельницу мельница выгрузка зерно погнал еще там гороха 4 куба давайте вот уже сразу же отвезем вот на этой вот штуки горох на производство семян семена удобрения производства семян выгрузка один раз тоже погнал во всех загрузили в работу а кстати на же силы созрел надо и его черт уехала ландине плана потом на нашего тоже друзья достать отсюда и перегрузить на элеватор только вот единственное в элеваторе место не осталось солома 18 миллионов литров она здесь нахрен наверное не нужна в таком количестве нафига я ее собирал непонятно и силы сейчас некуда девать так вот этих товарищей у них не хватает для полной загрузки здесь всего поэтому надо вручную всех подправлять кроме ландине у него там выставлено 10 процентов давай тоже едь ландине загрузится и там еще один чиниц поехал да кому-то три часа работать кому-то 4 а самое главное что же еще один культиватор не отправил на самое большое поле которое номер 66 но он правда скорее всего самый первый закончит смотря на то что ему достал самое большое поле у него самая большая скорость работы поле 66 погнал такс вот ты приехал на загрузку и давай есть тоже выгружайся но они все потом и вернуться припаркуются и так друзья что я вообще хотел сегодня такого прям важного сделать из-за чего имеет повод вообще включать запись мы как известно собираемся выходить в пиво и я друзья подумал что наверное пиво в бутылках тоже имеет смысл делать поэтому надо поставить стеклотарный завод не есть правда одно но место установки у него да где же ты вот он на участке номер стоит и там где наш карьер но он туда по-хорошему не влезет никуда надо много чего ровнять в общем то не хочется мне этим заниматься поэтому надо найти место куда моего всунем может на 38 поле а под пшеницу еще какое-нибудь купить и здесь еще останется место для чего-нибудь все здесь благоустроить что красиво было от поля избавиться надо на этот счет подумать короче пока не знаю куда его ставить дать просто посмотрим куда у нас пив завод вставится и картофельный завод участок 128 не в небольшую размеру картофельный завод пивоварня 2 по счету идет участок 58 128 и 58 так 58 нашел пив завод у нас ставится туда ты просто к тому что другие территории получаются будут свободны и 128 тоже нашел от они на углу здесь можно сходить даже посмотреть что там у нас и как примерно она туда станет так 58 того здесь у нас выделено место получается под него и становится он видимо вот так нет пивоварня на будущее на картофельный завод где-то там если меня не изменяет память то вот здесь до слабо понимаю как он здесь становится чё там разметки и вот здесь нет не вот здесь точно не здесь машинки уже стоят уже какая-то разметка есть наверное вот так но вот эти машинки нелогичными становятся и места здесь как-то многовато вот так может быть но въезд не очень удобный еще рассмотрим и а 128 это перед вас вторым полем то там где мы сейчас находимся вот это вот территория вот это больше на правду похоже ну в общем их мы тогда не занимаем тогда поиск погнали искать место для нашего стеклотарного завода все у нас идет уже не по фэн-шую но что поделать не вот это место кстати отлично сюда подходит за исключением того что здесь разметка есть которая мне не очень нравится и он выделен собственными заборами да такое себе или все-таки попробовать его впихнуть где-то здесь у нас здесь выровненная площадка шужа относительно выровненная я не очень красиво изначально начал здесь все расставлять поэтому на он даже и не таким большим кажется здесь попробовать его и вот так вот сюда впихнуть даже мешать ничего не будет единственно на terraforming немножко конечно место уйдет дать поставим прямо вот здесь прям вот так с дынь сми подозрение что надо было конечно подровнять территорию или она выровняла нет она все выровняла именно под мою ну и все тогда здесь даже есть сквозной проезд но ладно и так стеклотарный завод друзья давайте тогда посмотрим что он умеет делать он умеет делать бутылки в две смены и умеет делать стеклянные банки в общем-то бутылки нам понадобится для пива банки нам скорее всего не понадобится но мы производство запустим и что сюда надо сюда нужен песок причем в довольно таки большом количестве а нужен метан вода электричество поддоны и картон и конечно же надо автодрайв сюда еще провести поэтому давайте отправим товарища который у нас все это сделает с помощью которого мы сюда это все дело проведем пока он доедет будем смотреть и думать как обычно поедешь ты у нас трудиться есть карьер известь выгрузка сыпучая вообще пофиг куда-нибудь туда короче все краям тем временем кстати 36 76 поле у нас контракт выполнен хорошо про полку друзья я не стал брать тем более полонник наш заняты надолго электричество поступит только через час поэтому мы скорее всего за час успеем там все маршрутами обвязать кстати у нас еще хмель созрел и сегодня его тоже надо убрать обязательно и поле в порядок привести но давайте думать что мы тут и как будем делать здесь у нас что выгружается ух ты этих обслуживания сюда понадобится здесь у нас видимо вода здесь у нас загрузка продукции здесь у нас выгрузка картона и поддонов судя по всему еще песок где-то должен выгружаться сок у нас вот здесь выгружается и метан метан скорее все там же где и вода другого места я не вижу вроде как все больше ресурсов здесь не надо нет не знаю если мы фуру проведем вот здесь она сможет здесь заехать нормально или корячиться с двухсторонними маршрутами или вот отсюда прям вот круг сделать не сильно удобное место выгрузки на самом деле хотя вот здесь вокруг можно это все дело пустить и нормально будет нас как раз песка кстати дохренище здесь 650 кубов нормально если мы запустим все три линии будет ли нам песка хватать а нам будет хватать песка три линии требует 108 кубов мы производим 192 так что все три линии тогда и будут работать сметанам тоже все хорошо вода не проблема картон пока что тоже не проблема поддоны под поддоны кстати требуется уже намного больше чем мы производим поэтому возможно имеет смысл запустить вторую смену поддонов правда хороший вопрос что сейчас будет с деревом и так с поддоны все вышли в плюс это хорошо дерево в небольшом минусе ну ладно в небольшом я думаю до конца карьеры нам хватит ну где там наша электричка а вот она уже почти приехала и услышал а ну-ка иди сюда итак смотрим что у нас тут с нашей сетью во нормально здесь въезд насколько это возможно наверно да один круг сделаем я пока не сильно придумал как но как-то да получится эти вот этот соединяем ну и поехали прокатимся ох друзья терзают меня смутные сомнения в том что я сделал сейчас ну ладно посмотрим чуть что потом будем править и так один проезд в теории здесь они должны проехать разъехаться мешать друг другу не должны но меня больше смущает что если фуры будут даже с таким заломом будут цепляться полу прицепами здесь ночью что подправим в крайнем случае сделаем здесь двухстороннее движение и так еще вот эту дорожку надо тоже доделать на выгрузку песка делаем с небольшим закруглением в теории через триггер они должны проехать теории должно будет работать знать это будет стекло песок выгрузка жидкости и еще поддона и выгрузка жидкости вот здесь что большое расстояние между точками получилось давайте ее отодвинем вот сюда и здесь сделаем стекло выгрузка жидкости и еще поддоны выгрузка поддонов нам нужно она у нас вот с этой стороны это у нас будет как правило на тракторах ездить более маневренных поэтому можно здесь более такой угол делать острый что ли то как то вот так вот ты проезжаешь вот здесь сделаем тогда точку стекло выгрузка поддоны и в общую сеть это здесь тоже все приходится куда-нибудь сюда в теории в теории конечно же как обычно все должно работать как она будет на самом деле мы с вами узнаем через до буквально несколько минут потому что прямо сейчас мы отправим сюда людей которые будут это все дело возить такс ты вроде как все сделал до папка в папку карьер мы это все запихиваем стекло 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 еще выгрузка техобслуживания где-то где хрен его знает мне есть подозрение конечно что там где выгрузка жидкости но мы сейчас любом случае об этом не узнаем потому что у нас завод стоит даже триггер выгрузки ничего не покажет значит потом когда-то надо про это будет не забыть он решил поехать сюда но пускай едет ну и что же давайте тогда смотреть что нам надо туда привести и сколько и так песка влазит 600 кубов в принципе 9 раз отвести песок повозить в одном и том же месте там покрутиться поэтому это не должно стать особой проблемой карьер загрузка и стекло выгрузка песка стекло песок выгрузка и возишь ты мой друг песок давай погнал забьем заводик далее метана надо 200 кубов нас его столько должно быть добычи нефти и газа нас ваш 400 4 поездки для volvo которая с бочкой например вот ты тебя мало топлива тебя вот больше топлива 4 раза ты везешь метан карьер стекло выгрузка жидкости и забираешься этот самый метан на нпз нефть загрузка далее смотрим что у нас еще там надо нужно вода 250 кубов давай вот тогда ты туда съездишь выгрузку тебе ставим карьер выгрузка жидкости и посмотрим сколько у нас воды есть на нашей водочистной станции 390 кубов значит оттуда и повезешь вода чист вода загрузка давай пять раз погнал так джонни вернулся он посыпал всю известью он молодец с этим разобрались далее с водой разобрались электрозаряд поступит поддоны и картон по 100 кубов то есть по 70 можно вести вопрос если у нас столько на складе если нет то съездим привезем на этих самых так картона 164 куба есть а поддоны поддоны здесь 100 кубов тоже есть значит по одному прицепу сбрасываем лимит заполнения склад и выгрузка поддона у тебя будет в карьере стекло выгрузка поддоны ты везешь давай ты поддоны тогда везешь один раз а тот который слева товарищ у нас стоит моему тоже сбрасываем мне так было сброшено все а карьер стекло выгрузка поддоны и ты тогда везешь туда картон картон погнал надеюсь топлива тебе хватит хренушки ему хватит топлива туда-сюда сгонять путь не близкий поэтому давайте его заправим лучше вручную да и не будем себе парить мозги начать заполнение все теперь едет просто она как могло бы случиться он сейчас поедет загрузится выгрузится у него стрельнет что все закончилось топливо он съездит заправиться и у него вот этот счетчик он сбрасывается и он поехал бы еще раз картон туда везти а он бы весь туда не влез была бы неприятная ситуация поэтому по-хорошему лучше такое избегать ну и теперь смотрим чтобы здесь у нас все работало с выгрузками уже песок пошел загружаться вы же знаете я любитель потом все переделывать сделать сначала плохо потом переделывать ну и первым героем получается будет у нас ман давайте смотрим чтобы он нормально ехал так на на сам завод он заезжает хорошо в общем-то со всеми фуруми должна быть такая история здесь ему тоже в принципе угла хватает так прибыл парковка топлива хорошо ну и здесь через триггер он проезжает поэтому должен будет выгрузиться да все ман здесь работает песок мы привезли но еще чтобы он уехал отсюда конечно же тоже немаловажно так здесь он выезжает нормально в принципе не так мало места здесь по факту но все равно узковато здесь он попадает все путем ну и последнее место которое мне не нравилось здесь он тоже проезжает мне немножечко цепляется но в принципе ничего страшного посмотрим как другие себя будут вести здесь приехала наша жижа что у нас тут метан приехал это он у нас поехал вокруг не через этот триггер а вот и не попал вообще надо это все дело на таких длинномерах на самом деле это и записывать я почему-то кручусь и пытаюсь непонятно зачем это все на на маленьком тракторе но мне так удобнее так вдруг давай у тебя будет попытка номер два сделай здесь кружочек и попробуешь заехать еще раз что у нас дальше еще одна бочка приехал это уже с водой она вроде как по измененному маршруту должна ехать поэтому посмотрим и приехал контейнер за него я на самом деле волнуюсь меньше всего да сейчас здесь могут даже пробки образоваться где-то ну давай друг заворачивай и попадай он заворачивает и попадает хорошо здесь еще один выезд есть сквозной может быть удобнее было и здесь делать что-то как-то но да ладно уже так здесь он тоже заезжает попадает все хорошо поехал дальше трактор который привез поддоны и картон соответственно все выгрузка пошла замечательно этот товарищ далее сюда попал все нормально у него выгрузка пошла это у нас водичка метан насколько я понимаю тоже сюда сейчас по это в общем то и выясним мы еще уехать отсюда надо и все все будет хорошо он выезжает опять-таки немножко бочкой цепляет вот эту вот будку но ничего страшного плюс они здесь вдвоем разъезжаются что самое главное так где наша вольво с метаном она в очереди стоит пока товарищ разгружается думаю чуть она остановилась да ну и вот это вот место где они тоже могут сталкиваться конечно если сюда много кто будет подряд ездить не очень хорошее особенно выезд на дорогу там где-то образный перекресток так с трактор давай тоже валяю отсюда у тебя все нормально для проблем быть в принципе ты не могло хотя вообще конечно могло вольво с метаном давай расскажи что здесь метана и гружается до метан выгружается здесь метан выгружается прекрасно но и все получается у нас все работает это ли не прекрасно давайте друзья еще оставшиеся производства посмотрим кого куда можно отправить почему у нас поле 66 не засчитывается в контракт он же давно туда уехал уже и написано что работает или он не сюда уехал не смотрите он здесь культивирует а после перезапуска игры сработает с тобой что не так как ты тут оказался друг кинул курс остановился что-то где-то баганулась иногда такое случается редко но случается особенно если отправлять по миллиард техники работать давай сначала тогда то еще искать буду где-то там остановился ты где-то какой-то пролаг и они просто едут прямо со всеми такая история могла произойти но вроде как все работают судя по инспектору так вот друзья остальные наши производства бега с север жидкий навоз давайте отправим товарищи который покатается там у нас есть еще одна бочка на самом деле даже две бочки я бы наверное отправил вот этого товарища маленького а вторую бочку воду возить сколько у нас у свинарника жидкого навоза 453 куба давайте оттуда соберем и так свинарник жидкий навоз биогаз северный жидкий навоз и возишь ты жидкий навоз и давай девять раз погнал fat коровник корм это у нас наши вот это здоровенная хреновина сколько туда влезет корма щас до хренище влезет можно наверное все девять раз его отправить туда покататься но это правда надолго он нам понадобится еще принципе не понадобится да не понадобится поэтому пускай девять раз катается у него больше работы все это и не будет когда закупка закупка материалов жидкий вокзал коровник еда и возишь ты модно смесь давай погнал далее в лабораторию нужно патока друзья я тут обнаружил что патока у нас возится не теми контейнерами а вот этим вот рефрижератором и кстати соло тоже здесь у нас так что эта штука нам нужно будет и пиво кстати тоже у нас здесь возится этой штукой потом на будущее так вот патока нужно там она у нас точно есть на складе я вывозил поэтому стоит ее забрать наверно в первую очередь оттуда а складе ее 210 кубов два раза можно съездить два раза можно забрать ввести ее нужно на лабораторию вот там кстати для выгрузки поддонов у нас для контейнеров триггер разгрузки поэтому не знаю как он там будет работать с этой вольвой в лаборатория сколько ты туда дохренища влазит поэтому давай два раза и есть атака получается сахарный завод лаборатория выгрузка жидкость или же это же жидкость по сути дела или вообще с этого рефрижератора наверное выгрузка поддоны два раза давай погнал с этим разобрались далее fat коровник корм нет далее идет fat коровник вода давай друг четыре раза ты отвезешь с нашего гидранта коровник вода и вози воду если топливо вдруг закончится ничего страшного места там хватит далее друзья на свинарник нужно солома отправим нашего от этого малыша задним ходом лучше справляется туда же солома не особо сильно много влазит до солома 39 кубов много влазит я думаю девять раз тогда съездишь и нормально будет было на 250 кубов вместимость и привезем меньше двухсот давай солома выгружаться будешь на свинарники свинарник солома и загружаться на элеваторе она здесь ее больше до долго тебе ездить придется но ничего страшного с этим тоже понятно далее на мельницу нужны поддоны поддонов у нас осталось не так много на базе 30 кубов по всего еще поддоны кого-нибудь нужны вот нет что там на лесопилке у нас по поддонам 126 кубов тоже не сильно много влазит туда прилично давайте вот эти 30 кубов отвезем если вы прям не хватит этого на сутки то докинем потом еще вот и поддоны только не на стекло выгрузка она мельница выгрузка поддоны мельница выгрузка поддоны один разик погнал с этим разобрались на производство извести нужно вода рыбакам нужно топливо принципе рыбака можно его не вести это не критично если мы пораньше начнем завтрашнюю серию тогда завтра хватит а вот на целлюлозную фабрику щипу надо отвести сколько у нас нас собиралась щипы на лесопилке 280 кубов четыре раза эта штука может съездить лесопилка загрузка щипа целлюлозная фабрика выгрузка щипа и возить щипу четыре раза погнал давай вози этот загрузился на что-то мне как-то неохота его сейчас отправлять если честно и так очень много техники работает у нас еще вот этот товарищ интересы что по на мельнице нормально там катался или где он она была родна на лабораторию ей да хотя вообще в теорию нужно сюда заехать до заедет да на стекло тарный завод уже все привезли всего хватит больше чем на сутки но мы его забиваем сейчас под завязку осталось только электричество электричество поступить через 16 минут можно было кстати еще параллельно две сейлки отправить контракты выполнять но уже ладно потом за кадром эти контракты все добью завтра на работе будет свободное время вместе с нашими полями все засею итогу друзья что мне остается сделать я за кадром друзья уберу хмель связу его просто на склад он нам все равно сегодня не нужен а поле убрать надо сегодня боже как fps просел до засею поля который собирался засеять в общем-то полевые работы плюс контракты все доделаются с перевозками все понятно у нас всех подправляли они всю свою работу сделают повозвращаются просто на базу кстати патока выгружается да с патокой тоже все хорошо надеюсь он оттуда уедет сорга друзья я решил на патоку не переделывать плюс у нас не закончилась свекла которую мы собирали в прошлом году она закончится у нас только завтра утром когда мы и будем собирать новую партию но ее вроде как должно будет быть больше поэтому может быть еще и двойную смену за запустим так что друзья на этом эту серию закончим довольно коротенькая она скорее всего получилась по крайней мере записал ее за час не сильно часто такое бывает кто не хочет ждать следующую серию то на бусте она уже доступна в следующий раз у нас продолжается большая уборочная сентябрь как правило такое знаете ли относительно скучненький вот и следующий раз уже поставим и в завод потому что у нас будут все ингредиенты для него те кто не подписан на канал подписывайтесь лайки комментарии в общем то не забывайте спонсорам огромнейшее спасибо за поддержку всем огромное спасибо за просмотр с вами был никита дела и всем пока ки